Девушки отдыхают Я думаю, что идея постоянного улучшения изначально возникла в спорте, где у нас были неплохие результаты, но не отличные, и мы решили, что хотим быть лучшими в мире. Потом мы подумали, вместо того, чтобы пытаться добиваться каких-то глобальных изменений во всём, что мы делаем, намного проще будет каждому подумать о том, что влияет на результаты в велогонке, и, может быть, попытаться улучшить каждый отдельный элемент, который можно вычленить. Над разработкой новой модели F-8 команда Team Sky трудилась вместе с Ягуар. И для нас было очень здорово иметь в своём проекте специалистов по аэродинамике из другой отрасли. Мы можем усовершенствовать шлем, руль, головную трубу рамы, но часто упускаем из виду связь между колесом и вилкой. Я думаю, будет действительно интересно, если мы испытаем на себе, как автомобиль воспринимает скорость. Итак, 110 км в час. Посмотрим, на что это похоже. Поехали! Довольно экстремально! Это больше похоже на силу, действующую на автомобиль. На велосипеде всё иначе. Да, Дэйв, поток, действующий на автомобиль, важен для результата. Нам нужно учитывать поток над и под автомобилем, а также реально контролировать поток над колесом. Это внимание к деталям, правильное понимание основ формы и позволило создать самый аэродинамичный Ягуар в истории. Я думаю, нам нужно опробовать его в деле. Это был интересный опыт. Мне приходилось постоянно затягивать эти штуки, потому что их всё время сдувало. Я думал, что потеряю их. Дэйв, ты впервые вот так поедешь по велодрому? Вообще-то я бывал на многих велодромах мира, но ещё ни разу не ездил по ним на автомобиле, так что это мой дебют. Это окружение помогает мне понять истинную цель того, о чём мы говорили раньше. Вот финишная линия, и вся моя жизнь посвящена тому, чтобы пересечь её первым. А что именно улучшено в этом автомобиле? Аэродинамика — это очень важно. Вес, безусловно, важно. И, конечно же, двигатель, который приводит автомобиль в движение. Мы сосредоточились на всех элементах двигателя, улучшив их на 1-2%. Продумали всё досконально, каждую деталь всех внутренних контактирующих поверхностей, все трения внутри. Немного тут, немного там. И вот перед нами очень-очень эффективная силовая передача. Фантастика. Дэйв, мне правда интересно, что мотивирует тебя? Какой у тебя стимул? Хм, хороший вопрос. Знаешь, я ненавижу проигрывать. Но больше всего мне нравится сам процесс, процесс постоянного совершенствования. Думать и ставить перед собой трудные задачи — это интересно, и, по-моему, в конечном счёте должно приводить к победе. Итак, ты говоришь, что не желаешь проигрывать. Рядом с нами дом. Да, он в самом деле едет. Ого, он уже серьёзно крутит педалец. Давай посмотрим. Сможем ли мы оторваться от него?